Можно мне пару слов сказать тоже, потому что я все время у вас снимал. Про нас. Про нас. Прошел внимание. Секундочку. Представляет Александр Караванов. Давай, давай, давай. Это интересно проехать. Ребята, давайте послушаем, что он нашел. Жизни для кого-то и все, они только для себя. У меня уже тоже замечание. Послушайте. Откуда многие рассмотрят? Снимают, значит, на концерте, в зале ожидания, подходит Валера ко мне и говорит. Ой, вы снимаете, вот я его не знаю, Валера. Вы снимаете, да, я снимаю. Вы видео дадите мне? Ну, конечно, да. Девочки, скажи, мы я, Коля, с уважением. Конечно, да. Развивается дальше. Все развивается. События, да. Чтобы вам понятно, вы не совсем это понимаете, осознаете. А потом мне говорят, что вы права с этим или не права с этим. У меня этот проект делал. Следующее. И потом, значит, по поводу художественного фильма. Вышел только что в «Богемстер-Отходе». Мы уже говорили, начинали. Вы знаете, мне жалко свою оставшуюся жизнь тратить на фильмы художественные, понимаете? Жалко. А в Дарусова посмотреть? Я посмотрел. Ну, я бы сказал, в интернете скачал, сонял скачать. Но у меня не очень. Там только две-три линии интересные. Есть две-три линии. На самом деле, фильм не особенный. Там миллионы вложены. Еще, Фредди Маккли и Куин – это такая мощь, вы понимаете? Следующее. Я буду кратко тезисами такими говорить. Я не буду долго говорить. Следующее, что я хочу сказать. Когда, значит, я познакомил его с Родиком, когда он ко мне пришел, значит, прихожу на первую встречу, и у нас с Родиком начинается такой разговор. Мы сегодня не болтать должны, мы должны сегодня обсудить, как мы будем делать фильм. Я фильм не собирался делать, документальный, правильно, сегодня все говорили. Вообще, мне страшно понравилось то, что сегодня было. Сегодня было вот так было все, по-настоящему. Вы знаете, это куда круче этих художественных фильмов и документальных. Которые вы собираетесь снимать, потому что вы сами по себе самоценно, у каждого из вас, свой мир. Коля сделал свой мир, вы правильно, вот вокруг него. Кто хотел к нему в мир, тот приходил, кто не хотел, тот не ходил туда. Вы правильно все говорите. Я считаю, что самый ценный. Вот я на сегодняшний момент, я все сделал, все, что я хотел. Мне больше, я не буду эту тему больше поднимать, и дальше я не хочу этого делать, потому что мы и так живем нормально. Здесь проскочила такая вот, Валера говорит, ой, так мы Роди. Я ему говорю такую вещь. Ребята, здесь есть Николай Браун, про него можно фильм делать. Вот у вас сидит человек, про него можно фильм делать, про Рудика можно фильм. Великолепно сделать, он живой при нас сидит. Легенда русского рока. Это первый рок-клуб, который в 1957 году организован был. В 1957 году Рудик организовал первый рок-клуб вообще в Питере. Можно фильмы, про кого угодно можно снимать. А мы живем в этом мире. Вот я хожу, и Валера говорит, мы про него сделаем. Да я про него уже 150 видео сделал. Что я еще могу снять, извините. Я снимаю. Я доцент вообще, извините, я 18 курсов лекций разных отчитал. Я снимаю, потому что мне это интересно. И все. И я не собираюсь, например, вот мне говорят, не выкладываю. Я не буду выкладывать. Зачем мне это не надо? Мы и так с Рудиком нормально живем, нам и так достаточно хорошо. Здесь великолепные люди собираются. Очень интересные. Здесь мне нравится вот этот стол, чем? Что мы сидим и никому ничего не обязаны. Хотим водку пьем, хотим шампанское пьем. И ни у кого не спрашиваем разрешения. И говорим то, что думаем. Потому что это последнее место, где еще можно говорить. Потому что нам скоро и думать запретят уже. И думать нельзя будет. Вот и все. Что я еще могу сказать? Коля молодец, что создал свой мир. К себе мир. Кого хотел, того пускал. Кого не хотел, не пускал. Ложки имел право полку дать. И поэтому Лазареву, который мне привез бутылку со Сталином, я говорил буквально на прошлой встрече. Зоя мне, вот подруга, передала. Шикарное вино, дорогое, Кинсбараули. А я Саш говорю, я его люблю. Я говорю, Саш, знаешь, я нормальный человек. Я не Коле Васин самый. Я всех допускаю. Я со всеми разговариваю. Это нормально. Вот Рудик живет на улице Ленина. Что он, переселяться будет, что ли? Коля не любит улице Ленина. А Рудик что, переселяться будет? Так вот, я хочу сказать, что я сказал, вот ты знаешь, а ты к Коле пришел бы с этой бутылкой, он бы тебе этой бутылкой по башке шарахнул. Все-таки я хочу сказать, что правильно вы говорите, люди все одинаковые, они разные люди. Они по-разному. Ну, конечно, мир из-за этого богаче, когда мы разные. Вы понимаете? Если мы будем все одинаковые, как в Северной Корее, например, тогда будет ужасно. Мы все разные. И слава богу, что мы разные. И указывает своя задача. Кто-то хочет художественное что-нибудь делать, художественное делает. Хочет документальный, документальный. Я просто делаю летопись. Пишу летопись, как мы живем. Вот настоящий момент. Я считаю, что это самое ценное, что я могу сделать. Все. Я на этом закончу. Если вы могте сказать, что я хочу. А потому что я не только пикал, я любил себя, я любил всю музыку. Ложки. Лето провалил, да. Лето провалил. Ой, извините, я так был. Потому что я назвал музыку любил себя. Ложки подготовлены. Ну ладно. И я никогда к Коле, я понимал, вы правильно все говорите. Я никогда к Коле не приходил и не навязывал ему никогда. Я знаю, что Коля это не любит. Если я пришел в гости, я себя стараюсь вести так, чтобы человек был он хозяин. Понимаете? И Рудико, когда приходим, тоже я считаю, что надо так вести. Но Рудик, вот надо спасибо еще Рудико сказать, что он нас уже, извините, он после нас убирает. А человек 81 убирает за нас. Мы уходим. Да еще, еще. Мне удовольствие. Ну на самом деле, я получил фотосальное удовольствие. Спасибо, Валерия. Спасибо всем. Лежа. Всем вам спасибо, ребят. Потому что вот то, что сделали, ну вот на этот момент я себя исчерпал точно полностью. Потому что это очень много сил уходит. Понимаете, когда снимаешь, разговаривают, там пошли разговаривают, здесь везде, когда снимаешь, извините, это на нервах вообще. Съемка вот Андрей снимает. Это очень тяжелое дело, если хотите более-менее прилично это сделать. Всегда вот его никто не снимает, он снимает. Видите, а он всех снимает. Вот так. Все, я закончил. Еще раз, Валерий Курченко хочу сделать замечание. Вот я всегда так говорю, когда я долго говорю, и мне говорят, хватит. Я говорю, спасибо, остановите меня хотя бы более, остановите. Я говорю так, в отличие от тебя. Ну, ну, а мы учимся, мы учимся. Ну, мне кажется, то, что было сказано, было интересно, было эмоционально, и всем это доставило удовольствие. Прежде всего мне. Ну, и все. Спасибо, что ты имеешь в виду. Замечательный вечер. Замечательный просто. Просто замечательный вечер. Вы знаете, это уже у нас третья встреча, и все три встречи разные. Идут, так сказать, по восходящей. Первая была довольно спокойная, вторая была эмоциональная, а третья даже не могу сказать. Я думаю, что она все-таки лучше даже всех, потому что большинство тут присутствующих дамы, и они, каждый высказал свое впечатление, и я думаю, что мы продолжаем идти по восходящей. Наш девиз – все круче и круче. Мы лезем на круче. Лезем на круче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова